Там спим мы с Леной, а вот здесь вот брат спит. Сюда подушку уложим, ну, чтобы в рост входил, потому что не хватает там постели маленькой слишком. Сложно поверить, но вот эти три пледа Виктория уже пятый год называет своей постелью. Здесь девочка-инвалид первой группы спит прямо на жестком холодном полу вместе с сестрой Еленой и братом Алексеем. Он тоже инвалид. На 15 квадратных метрах в комнате помещаются только маленький диван и стол с телевизором. Но даже этого семья Шестак скоро может лишиться. За должность-то скопилась большая же здесь. Они в суд подали на меня. Приходили с описью имущества. Ну, собирайте что-то, видите, то и собирайте. Вике пять лет назад из-за остеосаркома злокачественной опухоли ампутировали ногу. Тем же летом, пока Светлана с дочерью ездила на операцию в Екатеринбург, девятилетний сын залез в трансформаторную будку и остался без руки. Сейчас мальчик вместе с сестрой в школе. Вика пока обучается на дому. Девочка недавно сломала руку. Мне мама до сюда доносит стульчик, чтобы я не стояла. Скользкий, потому что я уже один раз падала, и сознание потерялось. Руку тоже, да, сломала? Руку сломала, когда в туалет заходила, в коридор там. Вместо краски, обоев, ржавчина на стенах, с потолка свисает старая липкая лента. Дыры в полу залиты монтажной пеной. А вот этот стул явно здесь стоит не для удобства, а красоты. Светлана неоднократно обращалась с просьбами в администрацию. Женщина просила хотя бы дать ей маневренное жилье. Но каждый раз многодетная мать четверых детей получала отказ. Они мне сказали, твои дети, это вообще твоя проблема, как вы будете жить. На каких основаниях отказывают, утверждает Светлана, ей не объяснили. За разъяснением отправляемся в администрацию. Если бы вы отключили камеру, мы могли бы с вами более предметно поговорить. А почему мы с камерой не можем? А потом могли бы вы включить, если в этом была бы необходимость. Этот разговор мы записываем уже без камеры. А как? А вот вы сами думаете, как? Каким образом мы нарушим права впереди стоящих граждан, если мы ей предоставим? Адвокат по жилищным вопросам уверен в действии администрации Лентора. Незаконная многодетная мать с двумя детьми-инвалидами согласно федеральному закону должна получить квартиру вне всякой очереди и списков. Закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации, где в статье 17 четко написано, что в случае, если в семье есть инвалиды, и эта инвалидность попадает под определенную категорию, они имеют право на неочередное предоставление жилой площади. Но денег на адвоката и знакомых, кто бы мог предоставить юридическую помощь в суде, у семьи нет. Поэтому Светлана вместе с детьми просит помощи у югорчан. И где-то в глубине души женщина мечтает хоть одну ночь провести без слез, смотря как ее дети спят на мягких кроватях. Они прижимаются друг к другу на полу, чтобы не замерзнуть. Светлана Круковская, Роман Турбин, Вести Егория, Лентор, Сургут.